Ну что ж, неостановимая лавина, которую просто невозможно сдержать. Да, можно подсидеть, можно как-то попытаться уничтожить, но лоп-в-лоп с такой лучше не сталкиваться. Это самые страшные советские танки. И вообще весь этот сетап это действительно мощная тема. Причём даже в руках не самых опытных танкистов. Понятное дело, что КВ-2 я поставил сюда для проформы, он был уже в первом видео. Однако, сетап на 3.7 у СССР это действительно прям страх, боль и ужас. Здесь есть КВ-1, 34-ка, Ил-2, Як-9Б. Это что-то, что способно раскатать по сути что угодно в песок. КВ-1 хорошо танкует и имеет довольно мощную пушку, хоть и с низким пробитием. 34-ка лучший универсал этого БР. Если хотите заглянуть в дул и увидеть там бездну, КВ-2. Ил-2 превосходно уничтожит наземку, ну а если вдруг нужно побороться за превосходство в воздухе и побомбить в том числе, Як-9Б довершит всё это. В общем, сюда можно поставить кучу крутой техники. И всё это только об одном. Встречая панцеров, встречая шерманов, вы будете бить им рожи. И, скорее всего, довольно эффективно. Ну что ж, погнали в рандом, посмотрим, как это действительно себя чувствует и попробуем его напугать так, чтобы они орехами макадамия рассыпались. В бой! Итак, карта «Добрый доктор Айболит» передал нам гейморит. Холодно. Ну и как раз зимняя раскраска 34-ки делает её невероятно красивой. С неё лучше всего и начать. Самая универсальная, да и довольно быстрая техника в нашем сетапе. КВ-шки, понятное дело, хороши, но когда дело идёт про захват точек, то, возможно, лучше взять что-то чуть более подвижное. Можно, кстати, попробовать проехать сразу в центр. Не скажу, что эта идея прям идеальна, потому что можно сейчас хлопотать в щи, и, несмотря на вроде бы неплохую броню 34-ки на этом БРе, логично против многих её не хватит. Уязвимых зон здесь полно, понятное дело, что можно же как-то убить эту технику. Меня знаете, что удивляет? Я вот не знаю, почему-то, мне кажется, в реальности так не было. Или я просто что-то не понимаю, но 100 максимум можно взять с собой боеприпасов. По-моему, тут банально места не найдётся, куда все эти 100 уложить. Или там действительно помещается на дне боевого отделения целая сотня снарядов. Я не думаю, что так комплектовали танки. Ну, в реале. Я понимаю, что в игре, конечно, от реальности не так много остаётся. Но всё-таки как-то прям... Я вот никогда не задумывался, а тут задумался. И чё-то вот не понял немного прикол. Опа! Я как знал, что вы сюда поедете. Привет! Четвёрка отправляется в ангар. Вообще неудивительно абсолютно. В борта мощные советские каморники хорошо так разрывают. Причём, если мы говорим про советские каморники на 34-ке, это ещё и бэшные каморники. То есть у них взрыватели поправили. И урон у них лучше проходит. Судя по всему... То ли сзади, то ли слева. Слышу я кого-то. 34-ка наша уже проезжает туда. Это значит, что можно развернуться? Или это пока ничего не значит? Слушайте, нет. У меня прям какое-то стойкое подозрение, что меня... А! Это наш союзник. Я его слышу. А то у меня было подозрение, что меня объезжают. Блин. Зря я сломал, конечно, это. Вон, смотрите. Башня торчит. Здравствуйте. Блин. Ящик пустой. Положите туда снаряд какой-нибудь. А, всё. Он на меня развернулся и погиб. А мне ничего не засчитали. Ибо пробития не было. Ну ладно. Не так и страшно. Точку Б тогда будем прикрывать. Ой. Слушайте, а мне не показалось. Я сначала даже не понял. Я выстрелил чисто, знаете, от испуга. А, это Пума. Привет. Дерево мешает, да? Очень жаль. Ну это, конечно, прикол. Я реально не понял. Я уже так поверил в то, что это, ну, союзник мой там вот. Я его услышал и всё. Нет тут никого. Если бы, кстати, у Пума был какой-то зимний камуфляж, то, может быть, и хрен знает, я бы не заметил. Непонятно, это была арта или по мне пытались вкинуть. Точку Б бы, конечно, захватить. А хорошо, кстати, что мы автобусом прикрыты. Тридцатьчетверка к нам лезет сюда. Значит, можно дефать центр. Сто пудово тут кто-то где-то когда-то хочет проезжать. А мы тут можем порамбовать. Соответственно, я считаю, можно и не лезть тогда вперёд особо. А, так вот оно как хитро. Он там на камнях. И его ещё и не видно. Его реально не видно, а он меня видит. Это вообще честно? Блин, слева, что ли, кто-то появился? Или это арта опять же? А, это он меня так умудряется. Ммм, я не до конца уехал. И он видел краешек моего корпуса. А, это вообще чувак, который меня... Ого! Что? Ну и пробитие. Не рикошеты, а пробой. Бывает. Чё, берём Л-2, вбомбим эту грязь в землю. Я думаю, что это самое лучшее, что мы сейчас можем сделать. Потом перейдём к КВ-шке какой-нибудь, закатим на точку. Мы бы так и не захватили. Я думал, я её постою подольше, поприкрывая. Но чё-то я протупил. Надо было сильнее отойти. Потому что тогда я бы не подставился под пазик. И, может быть, от этого как-то скрылся. Хотя, не знаю. Знаете, после того, как полетаешь на таком мелкоранговом, уже не кажется, что у Л-2 какая-то невысокая скорость. А уж учитывая, насколько эта штука живучая, это реально просто летающий кирпич. Причём даже не совсем в плане ТТХ. Ну, имеется в виду, летает это более-менее даже. Что удивительно. В сравнении с другими некоторыми штурмовиками. А в плане живучести. То есть, вот это вот убить, это непростая задача. Конечно, после таких слов я абсолютно уверен. Сейчас противник должен взять и срезать меня одной очередью. Из пулемёта винтовочного калибра. Ну, чтобы я не зазнавался. Он там с респауна кто-то едет. Плюс я вон там цель вижу. Поэтому погнали. А, ну вот, собственно, про это и речь. Это осмин какой-то, да? На тебе пару бомб. Ну, мне 37 миллиметров влетело. И при этом я жив и вообще нормально. То есть, я маневрирую. У меня всё вообще нормально. Никаких изменений в пульсе. Полный порядок. Блин, не попаду. И надо бы вырулить. Всё-таки здесь с этим сложновато. Даже без крыла. Ну, как с крылом, но с покоцанным. В целом я как-то могу перемещаться в воздухе. Хотя уже сложновато. Да и динамику я всю порастерял. Давайте закрылочки. И на закрылках довернусь. Последний разочек и на базу. Вон они как раз едут оттуда. Гономак этот. Ещё чё-то там было. Её вообще надо было с курсового расстрелять. Но, чёрт подери, я вообще не поворачиваю. Так, бомба. Надеюсь, попаду. Хлоп. Ха-ха. Хорош, хорош. Всё. Можно теперь... Это... Отойти. И, соответственно, набрать немножко высоты. И попытаться заход свой аккуратнее построить. У меня ракет-бомб нет, но есть 23 миллиметра пушки. Вя-23. Это, кстати, штука против пазиков в крышу более чем эффективна. Даже с этим уничтоженным крылом, я надеюсь, мне хватит возможности их убить. Надо только найти цель. И, конечно же, повыше бы забраться как-нибудь. Там вон они все полумёртвые. На центре у нас, значит, они где-то вот воюют там, где меня убили. Может быть, кто-то с респа сейчас пойдёт. И вот мне как раз бы туда и неплохо. А, нет, смотрите, вот есть живое что-то. Давайте попробуем... Мы так заходим, конечно. Совсем не в крышу. Что это? Это даже не совсем то, что мы можем убить. Лол, я... Я пролетел сквозь дерево, что? Удивительно. Опа. Вражеские истребители. Это не есть хорошо. Можно на шесть кого-нибудь посадить. Я понимаю, что, может быть, выгоднее там, эффективнее было бы уйти на филд. А эта штука летающая меня убить может? Лол, оно ещё и потухло. Но это ненадолго. А, оно мёртвое. Всё. Я-то думал, он живой и сейчас меня срежет. А этот чувак... А этот чувак идёт за тайфуном. Надо прикрыть. Я его, правда, не особо вижу хорошо на фоне-то деревьев, но... 23 миллиметра чистого счастья. Как тебе? Ему не понравилось. А мне хоть бы хрен. Какое-то было попадание, но, знаете, повредило мне тут, вон, обшивку немножко. И плевать. Жаль тайфун. Всё равно разбился. Это заставляет меня грустить о потере. Ну, короче, это победа. Я даже не успел больше техники взять. Причём, ну, второе место команды. Это ещё, может быть, мы сейчас какие-нибудь зенитки тут срежем. Причём боекомплекта для 23-мм за глаза. У нас и наземка, и воздушка, и всё есть. Короче, изи, как сказал бы один блогер, просто полное изи. Так, это я могу что-то убить? Да, троечка вот есть. Троечке критов дадим. Блин, плохих критов дал. Надо было поджигать, но не попал. У меня сведение оружия стоит, по-моему, самое большое, типа 800 метров, и поэтому никак. Ну, я не знаю, это прям бой вообще на лайте. Несмотря на сделанные ошибки, команда тут какая-то попалась вполне ок, и мы их просто уничтожим. Давайте в следующий бой. Итак, карта ржавчины из водопроводной трубы. Возьмём на этот раз КВ. Причём, поедем на опасный участок фронта, там и фраги часто можно получить, и лещей. И вот, чё мы там получим, будем интересоваться активно в текущей фазе боя. Я сейчас говорю про пересечение квадратов С3 и Д4. Вот там, около точки Б, есть хорошие прострелы на проезды к точке С. Можно получить с центра, правда, вот где-то с шестой линии. И можно получить ещё и с другого респа, те, которые подъезжают на возвышенность. Это где-то тоже там в районе С4. Но это всё может быть вознаграждено тем, что вы просто простреливаете точку С и защищаете точку Б. Куда тоже иногда приезжают всякие пумы. Не скажу, что это идеальная какая-то тема для КВ. Нам вообще на С можно бодаться в кишке и давить кишку на таких танках идеально. Потому что ромбик, потому что 75 миллиметров брони, что довольно неплохо. Так, воюем мы на нашем БРе, это превосходно. То есть пробивают нас, ну да, немцы пробивают, да, пробивают так кое-как шерманы. Но всё это, если мы их заблаговременно видим и уже готовы встречать, зачастую не происходит. Так что... Так что меня просто поэтому срезает первым же выстрелом непонятно откуда четвёртый панцер, который просто на тупого поехал и прям в ромб меня убил. Я говорю чё-то про броню, КВХ-то, КВХ-сё. Херак и до свидания. Вот это прикол. Да. Ну тогда 34-ку повторим подвиг. Удивительно. Нет, обычно я проезжаю, но скорости не хватило. И в этот раз это какой-то очень всратый пазик, которого я думаю сейчас убью. А нифига не мой БР, кстати. Во-первых, я негодую, почему модификацию Г опустили до этого БРа. Хотя ладно, пусть будет. Тут Абрумбра есть. И КВ-1Б. То есть это у нас просто техника там в основном 3.7. А по факту нифига. Это я, наверное, просто не посмотрел на Шерман вот этот вот. Который, может быть, был, может, не был. Вон он катается, лол. А его и не видно там за деревьями. Ну до свидания. Нет? Чуть-чуть выше надо было взять. Ну ладно, я знаю, что ты здесь теперь. И тебе не скрыться. Хлоп! Месть! Это, правда, модификация Х. А там была модификация Х. Самолеты сразу же. Кто-то летит мстить. Причем я ведь уверен, отомстят. Блин, а нас давят. В этот раз команда не так уж и хороша. О, Савка! Это та самая с перезарядкой в секунду. Слушайте, а он погиб, да? По-моему, тот пазик. Надо Савку уловить, иначе она натворит бед. Правда, она нас может, ну так, я бы сказал, довольно легко окочурить. Шерман. А вот и Савка. Здравствуйте. Как вам идея минус ствола? Блин, по Шермана я не попаду, наверное, да? Попробовать надо. Не попаду, надо выше брать. Надо Савку ловить, пока не укатило. А то потом хрен поймаешь. А-а-а. Пока не укатило. У меня тут более важные проблемы. В виде Шермана. Длинноствольного еще. И, короче, БР-то оказывается совсем не такой уж и для нас вольготный. Савка, здравствуйте. Вы тут чинитесь? Командир. Вот я понимаю, как ей урон не проходит. А она просто картонка сраная. Но, правда, он решил не сопротивляться. Вот что хорошо в этом сетапе. Когда один танк вот слил КВ. Ну, вот это реально рандом. Это просто не предугадать. То есть, какой бы ты ни был хороший игрок, тебя реально может невидимая Гэшка срезать откуда-нибудь. Да кто угодно. Опять! Я его не вижу! Там деревья! Это просто нечестно. Он стоит в позиции. Вы посмотрите, где? Сквозь деревья меня херачит. Какая же ты тварь мерзкая! У меня слов нет. Я сейчас прилечу и его разбомблю. Благо, я накопил. На этот раз это будет Як-9Б. Потому что я хочу побыстрее прилететь и увидеть его лицо. Разочарованное в жизни. Г-55 там летает. Сейчас он тоже покажет, где раки зимуют. Но эту четверку, я не знаю. Я хочу ее просто вот сейчас изничтожить. И услышать этот жалобный писк, потому что это мерзость. Возможно, это тот же чувак. Возможно, нет. Но оба раза отъехать вот с тех позиций. Прямо они с респа простреливают. То есть он заехал на холму респа. Ииии все. То есть он уже готов тебя убивать. И ты ничего с этим не сделаешь. Ты его даже не видишь и видеть не можешь. Для меня это немного дико. Блин, там зенитки. Вон они. И я, конечно, очень хочу отомстить. Но боюсь, не могу. Попробуем. Нет. Ладно, уходим. Там он уже просто опять что-то летит с респауна. Надо слиться с землей. Исповедую камень. Исповедую теорию. Азъесим земля. Меня не видно. Фридрих. Не Фридрих. Хит. Нет, это не хит. Я бы сказал, это даже не бенгер. Ладно, давай покрутимся. Он даже крутиться со мной не хочет. Он вообще непонятно, чем занимается. Ну ладно. Блин, там еще кто-то с респа идет. А где? Я его не вижу. Вижу. Очень плохо, а я подвесился. Ну ладно, и все. За одним погонишься, второй прилетит, тебя срежет. Все, правил дуэлей. Ну, вся команда просто так же умирает. То есть, как в предыдущем бою наша давила. В этом бою наша лососнула тунца. Ну и то, что я, конечно, не срезал этого чувака летящего, это тоже, опять же, ошибка. Ну и 410-й меня не зря за это срезал. А все, больше ничего не могу взять. Блин, и такие бои бывают. Страшно, очень страшно. Просто вот от крысюков можно отъехать на чем угодно. Господи, эти мохнатые просто вот холмы, это жесть какая-то. Ладно, в следующий бой. Итак, Польша. Цжопьенск. И вроде хочется сказать, что бои-то я записываю. То есть, подряд это все бои, без каких-то вырезок. Для того, чтобы вы получили максимальные сведения о том, как оно играется. Причем, я понимаю, что на итоге, так сказать, моего мнения, может влиять там много факторов, в том числе и баланс, который там происходит. Меня может кидать постоянно в топа, постоянно вниз списка. Я это как бы не учитываю, это же совсем происходит. Я просто, наверное, к чему. Я вроде как говорю, техника супер-мба, да? Вот сетап великолепный. И бой, где я сделал три фрага и сдох. Ну, то есть, не скажу, что это суперэффективно. И два раза меня подкрысили просто там с респа самого. И это... от этого никто не застрахован. Это не делает технику хуже. И обладая некоторым опытом игры, я все равно могу сказать, что это действительно хорошая техника. Просто некоторые, наверное, иногда ждут буквального подтверждения моих слов в видеорядом и могут его не получить. Я просто предостерегаю и хочу показать вам вот все как есть. Потому что действительно могут вот эти там пазики, не пазики, да кто угодно. Встать на респе, до свидания. Чего бы ты ни сделал, ты не сможешь победить. Просто потому что вот теперь броня вот работает против вот таких вот чуваков на 34-ках. А вот против тех не работает. Кстати, это была Т-34Е. Е-кранированная, потому что. И ничего, и танканули, и победили. Сейчас еще сюда заедем, здесь танканем и победим. Хочется в это верить. Проедем дальше. Боюсь, они потом сзади могут вылезти. Но меня больше волнует, как бы они здесь вперед не проехали, тогда у меня будет еще все хуже. Где-то там и там. Я, наверное, зря так сильно забурился. Иногда полезно играть менее агрессивно для того, чтобы добиваться более высоких результатов. Но мы не вот уж прям с вами статисты, да? Можно рискнуть ради интересного геймплея. Иногда. Поехали вперед. Блин, это я зря. Я прям между двух-трех десятерых огней. Опа. Дикер Макс танканули. Пробой там под 200 миллиметров. Понасрать. До свидания. А, нет, не до свидания. А кто меня ищет? А, лол, он прячется. Вот это прикол. Не-не-не-не-не-не-не. Дикер Максу я, кстати, ничего жизненно важного не выбил. И это проблемка. Он меня может приехать и уничтожить. Ну, благо меня тут 34-ка прикрыла своей тушкой. Да какое здание? Вот вы видите, что я наведен на здание. Я не вижу. Но я попадаю в странную текстуру здания. Потому что там текстура. А еще у меня 34-ку забрали. Это несколько обидно. Опять здание. Это какой-то девиз этого джебжанского марсианского ландшафта. Он думал, кстати, что он спрятался. Вот так же, как я в первом бою на 34-ке. Но оказалось, что это далеко-далеко не так. Слева там танки. Я поэтому и не поехал совсем туда. Хотя я люблю. Просто в последнее время все чаще и чаще чуваки залезают вот в то зажопье. Вот сюда. Объезжают вот тут. Вот стоят потом просто. Весь бой стоят. И чем ближе высунешься, поедешь по внешке. Естественно, они тебя сбреют. Ну, ты им даже ничего сделать не сможешь. Там хорошо их прикрывают холмы. Их вообще за кустами, может быть, не видно. Это вот как в предыдущем бою. Они там стоят, их не видно. Но по тебе стрелять можно. Там из бинокля. Или просто у них на дальней дистанции кусты не отрисовываются. Для тех, кто не знал. У тех, кто, скажем так, стоит в кустах и смотрит вдаль. Ему очень удобно. Потому что нет бы наоборот у игры так было, да? Что ты должен его видеть. Но нет. Преимущество будет именно у того, кто стоит в кустах, а ты едешь. Ну, потому что у него кусты не отрисовываются вдалеке. И все. А, естественно, едущую цель куда проще заметить. Глазу, естественно, проще зацепиться за какой-то объект. А он, может быть, сам стоит и его не различишь там на фоне ландшафта. Ой. А меня КВ-2 даже не убил. Ха-ха. Вообще плевать. Какой КВ-2? У меня ствол только сломался. Ой. Вот опять я не доехал. Надо отступать дальше. А там Чаффик. Ну, я боюсь, он, правда, приедет и да накажет меня до конца. Объедет сзади. А, нет, не объедет. Там чуваки наши. Вот и все. КВ-2 танкуется. Вообще нормально. На самом деле КВ-2 лопаются, конечно, от выстрела КВ-2. Но ему не повезло. Он попал куда-то или в ствол, или там как-то так. Просто не фартануло. Так, Чаффика наказали? Наказали. КВ-2 надо наказать? Надо наказать. Вот он. Здравствуй. Дойчлен солдатен. Унтрабит си-ен. Ну что? Заклинило башню? Пока. Лол. Башню-то заклинило, а выстрелить он выстрелил? Или это был не он? И самое главное, я его пробить не могу теперь. Я его в бортбашне пробиваю, а в лоб нет. И че делать? В ствол, по-моему, можно. Нет? Не можно? Да что делать-то с тобой, неубиваемая ты кляча? Ствол сломаем. На всякий случай. Охренеть, его просто невозможно убить. Вот вам и КВ. Ладно, объедем. Че, мы-то хоть на ходу? О-о-о! Короче, тока в бочину. У нас 78 пробоев упор. Должно фортануть, чтобы мы могли его пробить. И в этом случае нам не фортануло. Так, наши тут прошли. И вот опять мы просто давим их. Причем, кстати, точки не совсем захвачены. Но мы их давим и унижаем. И, как мне кажется, КВ-шка вот вполне во всей красе показала, что она может в этом бою. Блин, литой шерман. Че с ним делать? Пушка нормально не пробивает. Вот КВ-шка показала. Во всей красе, что она может и не может. С орудием действительно есть сложности. Надо знать, куда пробивать. Либо в пулеметное гнездо, либо в левую щеку. А его не видно просто. Ну, или в борта. Ну, только он должен подставиться, естественно. В борта даже лучше, там под дикими углами залетает. Проблема в том, что этот дикий угол надо еще создать. Там кто-то был, но я опять же никого не вижу. В целом 4 фрага, кто-то и больше набил. Поехали сливаться и надо взять авиацию. Яка мы тогда так и не реализовали. Вот можно попробовать в этот раз. Шерман что, смотрит на меня? Нет? Нет, он не вылезает. Так уж, Риана. КВ-шка, блин. Минус... Ага, вот ты че. Причем, у него есть, в принципе, шансы меня пробить. Особенно самое неприятное, если он мне пушку сломает. Пулеметик. До свидания! Ага. Наивный просто чукотский юноша. До свидания. Опять? Че? У меня пазики. Все, вся команда по мне стреляет просто вражеская. А я че? А я... Мне нормально. Вот это самая опасная цель. Его бы убить, но... В корпус не пробью. Это модификация где 80 миллиметров брони. Надо в башню попасть. Для того, чтобы в башню попасть. Надо в башню попасть. А, я ее туда-то пробить не могу. Ну и хрен ли ты мне можешь сделать. Во! Так-то лучше. Это вообще мне безопасно. Это Т-80, что ли? Зачем ты его взял? Не позорься, уйди. А, погоди. Это РАМ-2 был. Вот я его че не пробил. Тренлого Т-80. А вот это опасная, кстати, штука для меня. Это СУ-152. Не бей. Не бей. Лучше обацы. А это КВ-шка. Да? КВ-шке надо стрелять в ствол. Это единственный шанс сближаться и добивать. Иначе мы банально не можем друг друга пробить. В этом прикол. Но пойди еще попади. По-моему, кстати, по мне то ли Сушка выстрелила, то ли че. Вообще плевать. Стою в поле чистом. Прямо перед вражеским респауном. Ну и мне абсолютно нормально. Я даже на самолет не переключаюсь. Просто потому что такая прям ситуация. Довольно демонстративная. Это причем первый КВ еще без экранов. На самом деле тот, который с экранами даже похуже. Ибо БР все-таки повыше. И сильно. И там уже есть куда более пробивные пушки. Я здесь. Вставай к респу. Тащи треску. И разрезай всех пополам. Нормально 6 фрагов, 3 поддержки. Второе место в команде. Если бы не было уникумов, которые набил 10 поддержек и 9 фрагов. Мы были на первом месте. Но мы не на первом. Тем не менее, просто укатали их в грунт. Вот вам. Вот сетап. А у меня еще танков. Дофига и самолетов. Следующий бой. Ну что. Ворвемся опять на 34-ке. Месить грязь. Попробуем сделать парочку относительно шустрых фрагов. А после этого опять же попробуем пересесть на какой-нибудь ИЛ. На котором можно тоже много грязи сделать. Или Ягд 9Б. Который мы так и не успели тогда реализовать. Ну естественно, когда я беру подборку из там 3-5 видов техники. То рассказать о всем подробно не получится. И в бою показать тоже. Это надо прям отдельно несколько роликов пилить. Но для этого и есть обзоры на канале. Так что подписывайтесь. И смотрите. Там есть на что соответственно. А здесь надо быстро пересечь вот этот мост. Мост Смертников его называем. Потому что тут сейчас начнется жесткая борьба. За влияние ресурсы. И уничтожение в борта союзников. Которые не успели проехать. Ну а нам надо максимально вверх подняться за это время. Чтобы начать расстреливать город. И тех кто подумает. Что он типа вот этот самый снайпер. Крутой. Встанет в кустике и начнет стрелять по мосту. А мы такие. Опа. А мы первые были. Поэтому КВХ это на первой респе не так хороша. 34-ка в этом плане разумеется повеселее. Потому что просто мы успеваем куда больше. Ее универсальность конечно в этом плане подкупает. От здания я бы отходить не сильно хотел. Но что-то я прям сильно наверное забурился уже. Я просто боюсь что меня будут обходить там под ободком унитаза. Прям по самому краюшку. Не знаю любители есть. Туда я тоже пока не могу вкинуть. Встаем здесь. Достаем бинокль из широких штанин. Из закромов великой нашей родины. И ждем. Очень странно что просто никто не поднялся. А я в город не могу отсюда простреливать. Я просто ждал этих вот чуваков которые будут подъезжать. А что-то как-то никого и нет. Что кстати дико странно. Стоять. Хрен там плавал. Ну ладно. У нас тут это тир по бортам проезжающих танков в теории. Должен быть. Осталось только их дождаться. Кто-то по нашему уже стреляет причем. С того берега, с переезда. А я как назло никого не вижу. Вот там вот далеке был чувак. И еще вот там на перекатке где-то. Ну там. Но я его уже потерял. Очень плохо видно врага. Опа. Двигатель. А этот не жилец. Сейчас ему второй выстрел наверное в башню надо положить. И до свидания. Сейчас. Положишь ты ему в башню. Ага. Кто бы тебе дал то? Да что с тобой? Где урон? Три выстрела в незащищенный борт. В корму башни. И оно живое. Чего? О господи игра. Ты не перестаешь меня удивлять. Тройка такая проехала. Посмотрела. Может она что-то помочь. Ты знаешь какие-то банковские. Короче вот эти вот работники. Которые вам чем-то помочь? И так и обратно. Реально просто как в зарине консультанты. Куда? Да стой. Ну наездился уже. Вернись в ангар. Не расстраивай маму. Так. Ну и что? Есть еще смельчаки? Что-то как-то нет. Я удивлен, что на этот никто не поехал. Респаун. О-о-о. Здравствуйте. Он такой наглый. Причем на пуме на этой. Прямо, прям по полю. Хрен ли нам, говорит, пумоводам. Нам при любой погоде дай только объехать. Нас хлебом не корми, хлебом корми. Только дай обойти кого-нибудь. Ого. Задымил. Понял, что спалили. Ха. Не прошло и 20 тысяч лет. Ну слушайте, мне кажется, это деградация полная. Что, не едет больше никто сюда? Почему? Опа. А ты кто? Недолет. Больше надо брать. Больше, чем 800. А его там не видно. Они все, блин, что начали прятаться-то под ободком унитаза? Опа. Здравствуйте, Лимончелло. Вы были крайне вкусны. Хорошо, что ваншот. Нет, на итальяшках, на этих, конечно, грустно. П-40 вот этот. У него есть, конечно, кумулятивы, которые что-то пробивают. Ну, ё-моё, он такой унылый. Когда-то он мне нравился. А потом, а потом, потом как-то начинаешь сравнивать. И приходишь к очень неутешительным выводам, что, во-первых, я не вижу, кто меня убивает. А, во-вторых, меня просто самолет, значит, с 37-ми миллиметровками своими загнобить хотел. Не вышло. Не в жопу, значит. Ага. Вот оно даже как. Слушайте, а он мне может в крышу накидать? Потому что крыша-то как бы видна. Ага, вот он пытается. Так, ну, чуваки, смотрите. Здесь пума. Ваша задача. Взять и обоссать. Ну, М-10, ну, обрати внимание. Ну, сделано в Германии. Ну, давай, убери эту немецкую улитку. Сантехнику. Ах, ладно. Отвлекусь на секунду и стопудово получу бочину, да? Лол. Стоило отвлечься, как этот писсуар проехал гнобить моего М-10. А я отвечаю, он срать хотел. Писсуар. Он вообще не отдупляет, что происходит и жить не хочет. А я не могу выстрелить. Алло. У тебя есть крупнокалиберный пулемет. А, так у меня тут вообще сливки общества. О, всталиниум, танкуем. Не-не-не, в жопу иди. Ладно, пума. Тобой займусь потом. Сначала тройка. Которая не ожидает подвоха. А чё ты не ожидаешь подвоха-то? Ой, я не ожидаю подвоха. Я даже больше не ожидал подвоха. Я думал, я его пробью. Да. Экран тебя, конечно, спас один раз. Да иди ты в жопу! О, а я здесь его пробить теперь могу. Хах. Только уже поздно. А эти и маякуешь на карту. А чё вообще? Кто? Кого? Куда стоят? Жопу чешут. А, ироды. О, ещё приехала. Эти пумы, это какая-то дьявольская просто штука. Наземку возьмём. И наземку... Погоди. Наземка здесь даже хуже. Здесь надо броницеля брать. О! И идти теперь гнобить её. Я бы пум на самом деле этих... О, я говорю, пум. А там четыре самолёта. Да нет! Да за шо? Дайте поштурмить. Ай, какая жесть. Не знаю. Ила, наверное, брать была бы ещё более плохая идея. Причём мы проигрываем. Я чё-то подумал, что я на этом фланге-то сейчас зайду, всех поубиваю, и наши как зайдут на точку. Но наши зашли и сдохли. Им это как бы вообще не помогло. Четыре моих фрага растворились в тени их гриворукости и сомнений. Контакты вообще не видно. Я вижу трассеры, как они стреляют. Самолёты я не вижу. Прям чё-то едва-едва. 205-й, что ли? Ясно. Прокритовать-то я его прокритовал. А дальше что? Да, они все за мной. Ещё и зенитка. Да ёппарас это, отпусти! Дай жить! Да сколько вас! Спидфайр! Ещё один! И ещё один! Another one! And another one! Бомбы будем скинуть как-нибудь, а? На голову. Я не могу, к сожалению. Не, это вообще не выигрываемое опять. Чуваки захотели проиграть, они проиграли. Уже ничего не сделаешь. А, я сбил макеты этого. Хах. Ладно. Поехали. У нас резв зажали, всё. То есть тут уже даже с респа не уедешь. Хакинг писес оф щит. Да. Именно хакинг. Я уверен, этот ВЗ отдался. Отдался легко. Какой-нибудь крыске. Ну. Просто со всех сторон. Заметьте, у нас просто нет шансов. Они облепили респаун. И нам не остаётся ничего, кроме как умереть. Пума? Пума. Привет. Сдохла. Радостно. Только нам это, правда, никак не поможет. Нам респаун даже не доехать на КВ-хита на это. Как они умудрились сдохнуть прям все? И так быстро. И так кореяно умереть. О, он ещё. А ты мне дашь фраг? Нет, не даст. Зачем ты ездишь на мост? Ты бы мог встать. Ты меня видел. Мог по мне стрелять начать. Нет, ты едешь. Зачем ты едешь? Кому ты чего хочешь доказать? Штук. Ты мне объясни. Замри. Прими судьбу. Да ёбарасета, ну куда ты поехал, а? Я говорю, прими судьбу. Вот сюда. Да ёбарасета, текстура моста сраная. Мда. И такое бывает. Давайте ещё боёк. Итак, я дико зол. Да, понятно, что это аляска яйцетреска. Но мы сейчас вкатим. И будем всеми силами пытаться захватить у них точку. Всё. Я не отвлекаюсь на фраг. Я иду захватывать точки. Всё. И никто меня не остановит, кроме, конечно же, рандомных там выстрелов этих четвёрок из-за горы, из-за холма. Ну, понимаете, просто если команда очень сильно хочет победить, то можно не сопротивляться. Ну, вы поняли, да, на что эта отсылка. Поэтому в этом плане иногда, какие бы ни были у тебя хорошие результаты, танки, стратегии, ещё что-то, ты можешь как угодно делать. Но, понимаете, играет там 10, 15, 20 человек. От тебя одного зависит многое, но всё-таки не всё. И, да, 4 фрага это ещё не предел эффективности. Ни 10, ни 15. Поэтому, наверное, действительно лучше пытаться на победу играть около точки, пытаться захватывать. В том числе не забывать. Понятно, что, так сказать, блогерам, наверное, простительно иногда забывать про условия победы. Нам иногда интереснее именно там просто технику катать. Но всё-таки это должно быть важно. И обычным игрокам как раз-таки куда больше интересно именно победить. Победить разгромно ещё лучше. Но хотя бы сначала просто победить. Привет, Чайфи. Да ладно! Конечно, МД-5. Счастливый боеприпас. Не пробитие на нас. Да какой рикошет! Дай уехать. Поехал точку захватывать, сейчас от Чайфика отъеду. Это будет нонсенс. Если б я имел коня, это был бы номер. Если б конь имел меня, я бы, наверное, помер. Да уйди ты в жопу, а! Зачем ты меня подпёр? Вот ты хочешь ворваться на 34-ке? Ну, врывайся, кто ж тебе мешает? А я поехал точку А захватывать. Прицепился выцеливать Чайфика. Вот прям, не знаю, надо ему убить этого Чайфика. Ну, надо, так пусть едет. Наш помер. Панцеры Г. Чину. Всё это нас пробивает хорошо, к сожалению. Команда хочет побеждать. А, стоп. Чинок не сдох, да? Не сдох. Да ёп! ПРСТ! Ну, шо за урон? Куда я попал? Что произошло? Кто за это в ответе? Где этот местный, несуществующий, Наливкин? Или как его там? Наливайкин. Наливку. Степашку, Ивашку, Украинку. Наливку. Ага. А там ещё. Ля! А что это вообще? Ягдпанцер, что ли? Это вообще тогда не по адресу. Не ко мне, в смысле. Бляха, муха. Это чё, реально ягдпанцер? Это только объезжать. На КВшке в упор и всё. Дальше распиливать. Я понял. Они, короче, поехали, естественно, захватывать нашу точку. И я всё, я сейчас как ворвусь, как нагнусь, как разорвусь. Грустно, конечно, иногда, когда ты не можешь с точки зрения техники реализовываться полностью на поле боя. Ну, то есть, броня есть, орудия нет. Орудия есть, брони нет. В этом, кстати, случае, наверное, даже как-то попроще, потому что тут, ну... Да я не знаю. Нет, в любом случае плохо, когда нет какой-то универсальности. Ну, не факт, что на 34-ке я боялся, что меня просто ваншотнут в борт опять, и бой кончится. Вот меня в борт пока не ваншотнули. Ягдпанцер, кстати, развалили, пока я ехал. И чё-то как-то не сильно-то веселее. Это Брумбар. Ну, меня ваншотнул Брумбар. Естественно, как же, кого я ещё могу встретить? 4 и 3. Правильно, куда? Прям под башню. Вообще, просто в лоб фугасом. Ну, а чё? КВ же ж, броня. Я хочу мстить. Меня бесит. Я буду мстить на КВ-2. Мы его не брали ещё. Я знаю, что это читерство, так сказать, брать КВ-2. Это не спортивно. Это ваншоты. Но иногда, после того, как ты встретился с Брумбуром, хочется, так сказать, выйти раз на раз Как в том анекдоте, да? Встретились там Пересвет и Челубей Ударил сначала Челубей Пересвета Тот скорчился, согнулся, но не упал Как стоял, так и стоит твёрдо Ушёл по колено в землю Ударил Пересвет Челубей Ушли у него ноги по колено в жопу Не приняла земля русская Богатыря Другой национальности Такие шутки Это, знаете, какой-то анекдот для Даунов Я прошу извинить, конечно За всё это дело, но тем не менее И вот здесь какая-то ситуация Политично аналогичная Ну и что теперь делать? Точку Б берут Пацаны кайфуют Ну чисто на расслабоны Бам Не пломбир А у меня фугас А я брумбар, так сказать, от мира идти Поэтому Привет, пока Выпишите чек на его имя Я оплачу А дальше Мою мать Обернись Я, конечно, понимаю, что я ору Истошно И это, наверное, некрасиво Но вы бляха в ухо представляете? И почему именно я Проехала пять танков Мимо этого панцера Они его не то что не видят Так он ещё и меня выбрал своей целью Это вообще норма? Мда Такое чувство, что что-то идёт Лол У нас вообще на респауне стоит уже, чувак, просто И не переживает по поводу Чё происходит в этом бою? Ладно, точку Б отбили Точку А захватываем На этого клоуна вообще плевать Как стоял на респауне Пусть и стоит Мы всё равно у него уже позиции забираем Но вот то, что сейчас случилось Вызывает у меня глубочайшую Травму Поджелудочный Селезёнка чуть не выскочила И, честно говоря Я чё-то боюсь, что я уже все цели не найду Вроде полкоманды, а где же они? На этой карте они уже к такому времени боя Рассосались кто куда мог Мда Бывает, конечно же Я не знаю, я до сих пор пребываю в некотором шоке Ладно, соберёмся Давайте как-нибудь это Серьёзнее Работаем, работаем, ребята Или мужики Не знаю, как быть правильнее Кого больше? Какой аудитории? Я просто не смотрю обычно на Статистику Ютуба Поэтому, честно говоря, не то чтобы сильно в курсе Какая у меня в плане там Возраста аудитория Не, я догадываюсь, понятное дело, но Не то чтобы Опа Откуда? Я его не вижу Это вот он был Мёртвый? Или Да нет, стреляют куда-то Да где? Да какая Китайская еда? Это не китайская еда Там какой-то Немецкий унитаз Китайская еда Лезет в глаза Ну да, вон он стоит Его штурмят А я не вижу Ужас какой-то Это просто грузовик Констатация факта Просто на золотые цитаты И чё делать? Нахрена я приехал К врагам на респ На КВ-2 Чтобы я Что? Ну как? Ну его не заштурмили Ну вот он стоит Он вот Ну нормально ему там На горе На холме На респе Да, иногда не игра А жесть какая-то О Фосверт Приветствую У нас подписчики В бой попали Да что я тащи Вы тащите У меня жёстко Буллит игра Можно было бы Отмазаться тем Что это стрим снайпинг Но я не стримлю Конечно же самолёт Ну конечно же самолёт Когда поштурмить-то? Просто играешь без записи И всё просто превосходно 10 фрагов каждый бой Всё сыпется с тебе Стоит запись включить Козьих какашек поел Мешок Вот Ощущение примерно такое Не то чтобы я ел Козьих какашек Но не думаю что это Отличается очень сильно По моим ощущениям Там есть зенитки? Нет Ну сейчас появятся да? Ты бы сильно Максим говорит Не переживал Для тебя найдём Вон И штук И КВ И пятое И десятое Лови Да Ещё бы я попал Ладно Все непременно попадём У нас 4 бомбы А так Попадём? А так попадём Красота Этот КВ Это всё ещё куда-то там Чтобы что-то здесь Чтобы где-то когда-то Вот сюда И я что-то перепутал Землю Землю и небо Я думал что я смогу Жадность Просто жадность погубила Я думал я успею скинуть По базику Не скинул Я вообще кнопки перепутал Красавец Чё Учу других людей играть Вообще Не блогер А золото Но в любом случае Несмотря на местами Очень тупую от меня Игру И просто какие-то Эпичные команды На мой взгляд Ну видно что КВ танкует Тридцатьчётёрка Едет и стреляет Убивает И иногда действительно Бои получаются Конечно куда более азартные Но записывать видосы На полтора часа Нет желания Если надо Лучше ещё раз запишем Или я сделаю Просто обзор На всё это дело Вот там нарежем Подставим Расскажем Так сказать Это как в новостях Подставим то видео С нужного ракурса С которого нужно И всё И всё будет выглядеть Так как выглядит Ладно Давайте к выглям Ну что можно сказать Во первых Наверное в маленьком видео Не стоит брать Пять единиц техники Показать все не получается Берёшь две И играешь Ну три максимум Это раз Во вторых Бои были Ну типичные Прям да И с подставами И с какими-то Крысами на респе И с моим Слепошарством Прям лучший как ты При этом Всё равно В любом случае Ты какую-то Эффективность Сохраняешь От пары фрагов В неудачных боях Кроме тех Где тебя ваншотнули Конечно два раз подряд До Там пяти Десяти Пятнадцати Там уже как пойдёт Так сказать Слепошарство противников Часто не знает границ И мне кажется Расчехлять свои объёмные комментарии И писать их По поводу КВшек Тридцатьчетвёрок И в целом Такого сетапа И я пойду пилить Для вас следующие Интересные видосы А там и увидимся Не забывайте Потыкать что-то Чтоб видос Ютубом Лучше воспринимался И до новых встреч Пока